Старший пожарный, пятый пожарно-спасательной части Алексей Зенкин, старается поднять с земли каждое стеклышко. Во время этого субботника он особое внимание уделяет именно такому мусору, а также пластику и стеклянным бутылкам. Уж кто, как не он, знает, что это самый опасный мусор. И вот почему. Может привести к возгоранию сухой травы, либо какой-нибудь мусор, бумаги тоже самое. Надо за собой убирать, чтобы не было бликов стекла, например, горючий материал. Всероссийская экологическая акция «Зелёная Россия» призывает бережно относиться к природе. На этот раз на уборку Волжской набережной вышли волонтёры совместно с пожарными и судебными приставами. Мусора много, и мы должны быть примером для других. Сегодня мы станем примером для всех остальных граждан, которые будут следить за тем, что мусор выбрасывать нельзя. Присоединились к акции участники проекта по переработке пластика. Они, в свою очередь, в очередной раз призывают нижегородцев заниматься раздельным сбором отходов. Мы сортируем отходы. Пэт-бутылки, например, это пластик цифра 1, пойдёт на переработку и изготовление синтепона. Второй вид пластика – это крышки, например, или канистры, флаконы. Мы самостоятельно перерабатываем, изготавливаем из них изделия, хоть новогодние игрушки, уличную мебель. И также остальные виды пластика, такие как плёнки, пакеты, четвёрка или полиэтиленовая плёнка, тоже отправятся на переработку. Стекло собираем отдельно. Это самый экологичный вид упаковки. Он, хоть и безвредно может лежать тысячи лет, но достаточно востребован сегодня на рынке. И некоторые заводы даже нуждаются в вторичном сырье, потому что рассчитывали на него при изготовлении своих изделий. На Борский стекольный завод, например, они закупают. Только за час активисты собрали несколько мешков с мусором. Такие субботники станут традиционными. Наталья Лисова, Василий Лысков. Время новостей.